Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара FV201A45. Сейчас у вас на экранах должно появиться предложение, которое висит в магазине. Так вот, ребят, к сожалению, не могу показать данное предложение непосредственно у себя в игровом магазине по одной простой причине, потому что я играю через Wargaming Game Center на ПК. Ну а предложение за реалмани могу видеть только на портативных устройствах. В Wargaming Game Center у меня, соответственно, предложение исключительно за голду и за серебрянью. Так вот, ребятки, что входит в наборчик? В наборчик входит сама машинка, легендарный камуфляжик, который ей действительно к лицу, но я не любитель камуфляжей, поэтому ценностью их не считаю. Мне хватает тех камуфляжей, которые выпадают периодически, где попало, на халяву. Аватары вообще не считают за какую-либо ценность, поэтому просто пропускаю его, хотя, возможно, для кого-то он и будет интересным. Но однозначно не для того, чтобы покупать данное предложение, исключительно из-за самого аватара, само собой. Что касается X5. X5 в количестве 20 таких сертификатов, но не обольщайтесь, данные X5, они предназначены исключительно на саму FV-шку и не будут вам помогать прокачать какую-нибудь из веточек. В этом, безусловно, негатив данных сертификатиков, ну и, соответственно, ими воспользоваться сможете только на со мной FV-шечке. Что касается бустеров. Да, конечно, прикольно, по 25 бустерочков эпических, хоть какая-то ценность в этом наборе уже появляется. Но на этом все, в принципе, и заканчивается, потому что дальше идет просто место в ангаре, которое всегда идет с танчиком, даже если вы покупаете его просто голым. И открытое все оборудование. Ну, как говорится, дали, да и спасибо вам большое. Таким образом, ребят, поскольку данный набор стоит в переводе по курсу 5 баксов, я лично считаю данный набор, ну, не сильно таким, который прям может заинтересовать. Возвращаемся к самой FV-шке. Итак, запрыгиваем в бой, и пока будем запрыгивать в бой, продолжу свою мысль. А мысль моя, ребят, следующая. Вот здесь вот, наверху, вы видите ссылочку на обзор данной машины. Я этот обзорчик снимал тогда, когда машину предлагали за 3000 голды. Ну, вот просто голую, без ничего. Ну, сама машина и, соответственно, место в ангаре. Так вот, ребят, 3000 голды, мне кажется, гораздо интереснее, чем 5000 голды. Почему говорю о 5000 голды? Потому что по моим подсчетам, как правило, мне, допустим, индивидуальные предложения на голду выпадают, то есть вкусные предложения, по одному баксу за косарь голды, а иногда по одному баксу, но крайне редко, за полтора косаря золота. Так вот, ребят, говорю к тому, что в переводе получается, что за 5 баксов вы можете себе в процессе игры, не за один раз, но в процессе игры вы можете купить себе 5000 золота. Соответственно, данный набор можно расценивать как предложение за 5 косарей. Ну и, как видите, поскольку, по крайней мере, по моему скромному мнению, все, что не касается самой машины, особой ценности не несет в себе, ну, не считая вот этих вот бусеров в количестве 25 штук каждого вида, то, по большому счету, платить 5000 золота за этот конкретно автомобиль, с учетом того, что его периодически можно взять за 3, ну, как бы нет никакого смысла. Хотя сама машина прикольная, в ней, безусловно, есть свои минусы. Броня у нее, я бы сказал, как у среднего танка, она броней вообще не отличается. В чем, безусловный, плюс данной машины, так это в бешеном, просто в бешеном КД. Я сейчас поехал, думал, что буду бодаться с какими-то тяжами, но нет. Смотрите, на дальних расстояниях пушечка очень, очень точная, очень веселая. Я вот сейчас кинул два раза, два раза пробил, и я два раза попал по товарищу, который бодренько откатывался назад для того, чтобы спрятаться. Говорю это к тому, что машинка, она больше предназначена все-таки даже не линию ТТ продавливать, да, или держать напор от ТТшек. А я бы сказал, что данная машина больше предназначена для того, чтобы прорваться через линию ЛТ и СТ. Вот там вам цены прям совсем не будет. Короче говоря, ребятки, вот кому интересна пушка, я бы сказал, просто таким с бешеным КД, пускай не с сильно большой эльфой, но все равно она приятная, и мне, честно говоря, ее всегда хватает. Вот этот танчик, безусловно, для вас. Как для данного танка, ездит он довольно-таки бодро, несмотря на то, что это тяж, он себя ведет реально как СТшка. И все же по игре на нем, на нем и стоит играть именно как на хорошей бодрой СТшке с очень классным, клевым и приемлемым КД. Сейчас попытаюсь немножко побудаться с этими ПТшечками. Углов склонения мне, в принципе, хватает всегда на данной машине. Может, она и не блистает прям совсем-совсем. Но в целом, ребят, играется годно, играется приятно. Вот сейчас я поставил себе ускорение перезарядки, включил, и играю вообще, можно сказать, как БОК КД. По большому счету, с двумя ПТшками я сейчас имел шансы, в принципе, справиться, но в любом случае, спасибо большое товарищам союзникам за то, что помогли мне в данной схватке. Ну и это увеличило мои шансы на выживание. Готов. Так, ну что, давайте попытаемся чего-нибудь, может, даже и зарешать в этом бою. Вот сейчас очень сильно мне не повезло. В меня прокинули, я не смог закинуть, к сожалению. Кроме как прорываться вперед, у меня других вариантов нет. Я очень сильно надеюсь, что сейчас мне в бочинку... Да, прилетело все-таки в бочинку, имел возможность прорваться, но, к сожалению, не срослось, как говорится, не срослось. Что касается брони, машинка, картон полнейший. Вот со всех сторон это картон, не картон, только маска орудия, и то там, ну, далеко не всегда, особенно если вы играете не против своих одноклассников, а против машин, которые рангом стоят, ну, точнее, уровнем выше, да, то есть против восьмерок сопротивляться вам нечем. За вот этот вот бой, который, в принципе, пролетел для меня очень быстро, ненапряжно, и я умудрился еще и долго прожить в нем, я накосил 2100 единиц урона, сделал два фрага, и за этот бой, с учетом проигрыша, но активированного прем-аккаунта, получаю 25 тысяч серебром. Много или мало, ребят, не знаю, у каждого свои мерки, но за такой бой, мне кажется, вполне-таки себе даже нормально. И заметьте, абсолютно без печали, не стоя где-то прямо на дальнике в кустах, я занял первое место в команде по урону, я бы сказал, с существенным отрывом от всех остальных товарищей. Попробуем сейчас закинуться еще в одну каточку, потому что по одной катке, в данном случае, очень сложно заценить машину, стоит ли она вообще чего-либо. То, что она не стоит 5000 золота, то, что она не стоит 5 баксов, ну, это для меня уже вопрос однозначно решенный, и я высказываю свое субъективное мнение. Если вы с ним не согласны, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, я больше чем уверен, что ребятам, которые пытаются сейчас для себя сложить пазл и принять решение донатить или не донатить, покупая за реалмани данную машину, им ваше мнение будет однозначно интересно. Я бы, честно говоря, лучше задонатил на голду и дожидался бы новогоднего аукциона, но это я. А вы, это вы, соответственно, вам принимать решение. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле, ничего не приукрашая, ничего не изменяя, не делая нарезок из кучи видосов для того, чтобы показать машину во всей красе. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы потратили свою кровную голду, а в данном случае свои реальные деньги на что-нибудь, то, что вам по факту потом не понравится. Поэтому, ребятки, я и делаю исключительно честные обзоры. Вот сейчас прилетело по башне. Это вот единственный случай, наверное, когда действительно рикошеты прилетают. В остальных же случаях я бы сказал, что ничего веселого от брони вам ожидать не придется. Так, подзажали немножко. Я так понимаю, что сейчас будут продавливать направление. Если мы не выстоим, то, соответственно, это будет явный проигрыш. Ну, бой есть бой. Куда уже приехал там, как говорится, и бодайся. Окружили нас. Ну, вот так вот для меня лично фвшка такая же, как мы сами выглядят в прицеле. Не знаю, насколько устрашающе. Как видите, страшного абсолютно ничего нет. В принципе, прошивать можно куда попало, куда хотите. Ну, на этом ГСНчик поиграл. Короче говоря, ребят, суммируя, скажу следующее. Если вы не до конца поняли, или у вас есть какие-то еще сомнения и вопросы по данной машинке, вернитесь вот к тому видосу, который я вам в виде ссылочки показал. И, соответственно, его еще посмотрите. Возможно, он вам даст больше информации, которая, ну, поможет вам принять решение, покупать или не покупать. Мое скромное мнение. Нет, ребят, за 5 баксов данную машину покупать однозначно не стоит. Как минимум, исходя из того, что ее можно взять за 3000 золота. Ну, соответственно, практически в два раза дешевле. Ну, а то, что лежит в наборе, я бы сказал, больше замануха, которая непонятно на кого рассчитана, чем реально то, чем можно кого-то заманить. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь, пожалуйста, по ссылочке. Вот здесь вот в правом нижнем углу есть шильдик, на него нажимаете и в один клик становитесь постоянным зрителем моего канала. Я же со своей стороны обещаю радовать вас новыми честными обзорами на технику и товары в магазине, ничего не приукрашая и не собираясь никого обманывать. Сейчас досмотрим окончание боя, ну и, соответственно, посмотрим на результат по данному бою, который был получен нам уже в этой катке. Тоже поражение, к сожалению, продавили направление, но не было, кому это направление по факту держать. Нас было двое, ну и, соответственно, из-за этого нас довольно-таки не кисло прожали. Итак, урона 1180 единиц. Ну, не сделал я ни одного фрага, фарм смотреть не будем, потому что, в принципе, смотреть не на что. Ну, а результативность в команде, ребят, как видите, довольно-таки достойная. Опять-таки, я бы сказал, можно сказать, на первом месте, потому что упал я всего лишь на 8 единиц урона. Накинул бы буквально на 10 единиц урона больше, чем смог сделать. То есть, сделал бы 1190, а не 1180, был бы на первом месте в команде. И, ребят, фвшечка отыгрывается так постоянно. Я имею в виду не постоянные проигрыши на данной машине. Я имею в виду, что вы на этой машине вполне спокойно сможете занимать первые места в своей команде по урону, если будете играть на своем левеле. И, честно говоря, меня в преобладающем большинстве боев бросает на ней именно к семеркам и шестеркам. А вот к восьмеркам я попадаю редко. Я не знаю, это связано с моим аккаунтом, или просто все-таки машина заточена под свой левел, и на свой левел она и попадает постоянно по разбросу во время того, как заходишь в бой. Но, так или иначе, фвшка машинка веселая, классная, действительно прикольная. Она меня очень сильно радует своим КД. Но и умножая на альфу, которую набрасывает, я бы сказал, что машинка очень годная и очень приемлемая для своего левела. Но, как я уже отдельно отметил, явно не за 5 баксов. Покупать, не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать машину, как я уже говорил, такой, какая она есть. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео. Буду рад вам всегда. Ну и, как обычно, всем всего хорошего. Мира, ну а главное, спокойствия.